Правительство сочло своей обязанностью вступиться, умерить посягательство на собственность ближнего под законными формами. Мы видели, что с 1557 года, в продолжении пяти лет, должникам дана была льгота выплачивать с раскладкою и без роста. Понятно, как это невыгодно было взаимодавцам. И вот встречаем челобитные такого рода. Бил Челом Ляпун Некрасов, сын Микинин, и от имени братьев своих на Федора и Василия Волынских. Занял он с братьями у Волынских по двум кабалам, по одной кабале рубль, по другой два, а кабалы писаны на имя их людей. Он Волынским деньги по кабалам платит, а они не берут. Деньги растят силою, хотят продержать государево уложение, урочное лето. Встречаем также челобитную, что взаимодавцы не берут от должника денег, желая удержать у себя заклад. Когда закладывалось недвижимое имущество, то взаимодавец за рост пользовался им. За рост деревни пахать, всякими угодьями владеть и крестьян ведать. Мы видели, что рост, как шло в людях, был двадцать на сто. По-прежнему церковь блюла за тем, чтобы противообщественные явления не усиливались. Новгородский архиепископ Феодосий писал царю. «Бога ради, государь, почися и промысли о своей вочине, о великом Новгороде, что в ней теперь делается. В корчмах беспрестанно души погибают. Без покаяния и беспричастия в домах, на дорогах, на торжищах, в городе и по погостам убийства и грабежи великие, проходу и проезду нет. Кроме тебя, государя, этого душевного вреда и внешнего треволнения уставить некому. Пишу к тебе не потому, чтоб хотел учить и наставлять твое остроумие и благородную премудрость. Ибо нелепо нам забывать свою меру и дерзать на это. Но, как ученик учителю, как раб государю, напоминаю тебе и молю тебя беспрестанно, потому что тебе, по подобию небесной власти, дал царь небесный скипетр силы земного царствия, да научишь людей правду хранить и отженишь бесовское на них желание. Солнце лучами своими освещает всю тварь. Дело царской добродетели — миловать нищих и обиженных. Но царь выше солнца, ибо солнце заходит, а царь светом истинным обличает тайны неправды. Сколько ты силою выше всех, столько подобает себе светить делами и прочее. В 1555 году Троицкого-Сергиева монастыря Игумен, поговоря с Келарем и соборными старцами, по соборному уложению государя-царя и митрополита, приказали своим крестьянам Присецким, поименованные два крестьянина, и всей волости не велели им волости держать скоморохов, волхвов, баб, ворожей, воров и разбойников, а станут держать, и у которого соцкого в его сотной найдут скомороха, или волхва, или бабу ворожаю, то на этом соцком и на его сотной насте человек взять пене 10 рублей денег, а скомороха, или волхва, или бабу ворожаю бивший и ограбивший. Выбить из волости вон, а прохожих скоморохов волость не пускать. В старину не любили воевать Великий пост, не делали приступов городам по воскресеньям. В описываемое время, в 1559 году, царь дал память казначеям, в который день служится панихида большая, митрополит у государя за столом, а государь перед ним стоит, в тот день смертную и торговую казнью не казнить никого. Пред началом важных предприятий рассылалась милостыня по монастырям с просьбой о молитвах. Пред казанским походом послано было в Словецкий монастырь 7 рублей с просьбою. И выб молили Господа Бога о здравии и тишине всего православного христианства и о государеве согрешении и здравии. А бедни пели и молебны служили, чтобы Господь Бог государю нашему, его воеводам и воинству дал победу, а государя б во всех его грехах прощали. В 1562 году царь писал в Троицкий Сергиев монастырь. «Чтобы вы пожаловали, молили Господа Бога о нашем согрешении, что как человек согрешил я, ибо нет человека, который и один час мог бы прожить без греха. И потому молю, преподобие ваше, да подвигнетесь с учанием на молитву. До ваших ради святых молитв презрит Бог наши великие беззакония и подаст нам оставление грехов, дарует нам разум, рассуждение и мудрость в управлении и строении Богом преданного мне стада христовых словесных овец. Враги христианства и наши, крымский царь, древний отступник Божий, буй-варвар, всегда готовы пролить кровь христианскую, и литовский король, который имя Божье и причисто его матери всех святых много хулил, святые иконы попрал, честному кресту ругался. С ними издавна прельщенный от дьявола немецкий рот. Распылались на все православие, пожрать его желая и уповая только на свое бесовское волхование и прочее. В 1567 году митрополит переслал в Кириллов монастырь грамоту такого содержания. Грех ради наших! Безбожный крымский царь Девлет Гирей со всем своим бессерменством и латынством, и литовский король Сигизмунд Август, и поганые немцы в многие различные ереси впали, особенно в Лютерову прелесть. И святые церкви разорили, честным иконам поругались, и вперед злой совет совещают на нашу благочестивую христианскую веру греческого закона. Услыхав об этом, боговенчанный царь-государь очень оскорбился и опечалился за святые церкви и честные иконы, и вземши Бога на помощь, пошел со всем своим воинством на недругов и прочее. В 1571 году, по случаю войны со Швецию, митрополит писал в Кириллов монастырь, чтобы монахи не только упражнялись в молитвах об успехе царского оружия, но также соблюдали бы и пост. Филиппов пост, Великий Мессоед и Великий пост в пьянство не упивались бы, богомольные грамоты по монастырям посылались в случае болезни царя. Во время голода по предписанию митрополита пели молебны и светили воду, архиерей рассылал по епархии увещательные грамоты о нравственном исправлении. По случаю побед звонили в колокола целый день до полуночи, пели молебны по церквам. Был обычай в городах ходить около Кремля и посада крестным ходом, молебны петь и воду светить три раза в год. Во второе воскресенье после Великодни, первое воскресенье Петрова поста и в Успенский пост. В крещении 1 августа светили воду на реке, а 1 сентября в Новый год. Лето провожание провожали перед церковью. 21 июня 1548 года царь по благословению митрополита установил до скончания мира общую память благоверным князьям, боярам и христолюбивому воинству, священническому и иноческому чину и всем православным христианам, от иноплеменных в бранях и на всех побоящих избиенных и в плен сведенных, голодом, жаждаю, наготою, морозом и всякими нуждами измерших, в пожарах убитых и огнем скончавшихся и в водах истопших. Одним из характеристических явлений древнего русского общества были юродивые, которые, пользуясь глубоким уважением правительства и народа, позволяли себе во имя религии обличать нравственные беспорядки. В описываемое время знаменитые были юродивые в Скове Николай, в Москве Василий, Блаженный или Ногой, Иоанн, Большой Колпак. Из обычаев, не относившихся к религии, заметим обычаи писать рядные грамоты пред женитьбой и выдачей замуж. В 1542 году княгиня Согорская выдавала дочь свою за князя Хованского. Эта дочь была вдова, но рядная написана от имени одной матери. В грамоте перечисляется приданное, которое дается зятю, а не дочери. Оно состоит из образов, земель, из голов служних и деловых людей и денег, которые, сказано, даются за платья и разные женские украшения. Женихи давали записи, что они непременно женятся в назначенное время. В противном случае должны заплатить родственникам невесты означенную в рядной сумму денег за свадебный подъем. Иногда жених прибавлял в рядной, что по смерти его все имущество его переходит к жене, а если кто из роду его станет от нее требовать этого имущества, то должен заплатить ей означенную в рядной сумму денег. Один крестьянин, вдовец, у которого было трое сыновей, сосватался на вдовеже, у которой был сын и четыре дочери. В рядной исчислено имение, приносимое женихом и невестой, и положено дочерей выдавать замуж сообща по силам. Если Женин сын, сын Бога Даны, захочет отделиться, то определено, что он должен получить из материнского имения. Если муж умрет, то трое сыновей его от первого брака получают половину имения. В другой подобной рядной жених говорит, что если Бога Даны, сын, захочет уйти, то берет деньги за проданный двор отца своего. Если же останется жить с вотчимом и будет его слушаться, то получит также часть из имения вотчима. Один крестьянин женился на вдове Тихвинского-Посадского и дал запись Тихвинскому монастырю, что Бога Данных сыновей своих будет кормить и поить до возраста, а как они придут в возраст, то им быть крестьянами Тихвинского монастыря, подобно деду и отцу своему, а в то время, как будут жить у вотчима, последний не должен отдавать их никуда. В боярский двор, в холопство, и в крестьяне не рядить никуда. По 100 главу положено было венчать мужчин не ранее 15, а девиц не ранее 12 лет. Касательно одежды и украшений встречаем названия. Кортсел белый, портсел кощатый, Одинцы жемчужные, Серьги бечата и на серебре жемчугами, Опашень, Однорядка большая с пуговицами хамьянами, Однорядка аспидная, Ферези, Тряски, Терлик, Кафтаны суконные, Однорядочные, Сермяжные, Новины, Летники, Сарафаны, Суконные, Крашенные, Тилогреи, Торлоп, Вошны, Перецы, Птур. Встречаем описание домового строения. Двор во дворе хоромы, Горница на подклете, Горница с двумя комнатами на подклетех, Две повалуши, Сушила на подклетех, На улице против двора погреб. Или две избы, Клеть на подклете, Мыльня, Два сенника на двух левах, Сарай. Иногда встречается, Изба с прирубом, Горница на двух шербетах, Против горниц анбар на двух подклетех и с передмостьем, Или горница большая на подклете, А связи у этой горницы сени с подсеньем, Горинка на мшанике. Или горница столовая белая на подклете с сенями, Горница с комнатой на подклете, Сушила с перерубом, Погреб-ледник, Или Три избы на два пристена, Дверь огорожена заметом. При городских дворах упоминаются огороды с деревьями, Яблоневыми и вишневыми. Что касается нравов и обычаев Западной России, То до нас дошли об них любопытные известия, В не раз приведенном уже сочинении Михалона Литвина, Хотя автор, негодуя на роскошь, Изнеженность нравов у современников своих И противополагая нравам последних, Нравы предков и соседних народов, Не чужд преувеличений. Всего чаще, говорит он, В городах литовских встречаются заводы, На которых выделывается изжито водка и пиво. Эти напитки жители берут с собой на войну, И, сделав к ним привычку дома, Если случится во время войны пить воду, Гибнут от судорог и поносом. Крестьяне, оставив поле, Идут в шинки и пируют там дни и ночи, Заставляя ученых-медведей Увеселять себя пляскою под волынку. Отсюда происходит то, Что, потратив свое имущество, Они доходят до голода, Обращаются к воровству и разбою, Так что в каждой литовской провинции В один месяц казнят смертью, За это преступление больше людей, Чем во всех землях татарских и московских, В продолжении стали и двухсот лет. Наших губит не воздержание Или ссоры во время попоек, А не правительство. День начинается питьем водки, Еще в постели кричат «Вина, вина!» И пьют этот яд и мужчины, и женщины, И юноши на улицах, на площадях, А напившись, ничего не могут делать, Как только спать. И кто раз привык к этому злу, В том постоянно возрастает страсть к пьянству. Михалун жалуется на судебные поборы. Берет председатель суда, Берет слуга судьи, Берет нотариус, Берет протонотариус, Берет виш, который назначает день суду, Берет детский, который призывает подсудимого, Берет чиновник, который призывает свидетелей, Бедняк, желая позвать к суду вельможу, Ни за какие деньги не найдет себе стряпчиво. Свидетелем может быть всякий во всяком деле, Кроме межевых, И всякому верят без присяги. От этого многие сделали себе промысл из лжесвидетельств. Подсудимый, хотя бы он был явным похитителем чужой собственности, Не прежде обязан явиться в суд, Как по истечении месяца после позыва. Если у меня отнимается лошадь, Стоящая пятьдесят или сто грошей, В самое нужное время полевых работ, То я не могу прежде позвать в суд похитителя, Как заплатив за позыв цену похищенной лошади, Хотя после не только не получу вознаграждение за убытки, Но и виновного не прежде, Как месяц спустя могу притянуть к суду. Таким образом, обиженный, Или все уступает похитителю, Или вносит столько же. Хотя из числа вельмож обязанность судей Исполняют во всей Литве двое воевод, Не слишком отдаленные один от другого. Но как могут они рассмотреть Все тяжбы такого многочисленного народа И таких провинций, Особенно, когда они должны заботиться И о государственных делах. Поэтому, будучи заняты множеством дел Общественных и частных, Они рассматривают тяжбы только по праздничным дням, Когда бывают свободнее от дел. И то дурно, Что нет определенных мест для их заседаний. Часто приходится обиженному искать правосудие Более чем за 50 миль. Есть у нас 40 дней, Посвященных воспоминанию страстей Господних, Посту и молитве, Которые мы и проводим в тяжбах. Упомянутые воеводы имеют своих наместников, Которые, питая свое тело, Сидят обыкновенно в суде при шуме гостей, Мало знакомые с законами, Но исправно взимающие свой пересуд. В страну нашу собрался отовсюду Самый дурной из всех народов иудейский, Распространившийся по всем городам Подолии, Волыни и других плодородных областей. Народ вероломный, хитрый, вредный, Который портит наши товары, Подделывает деньги, подписи, печати, На всех рынках отнимает у христиан Средства к жизни, Не знает другого искусства, Кроме обмана и клеветы. Мы держим в беспрерывном рабстве людей своих, Добытых не войною и не куплею, Принадлежащих не к чужому, Но к нашему племени и вере.